сегодня у нас 26 августа 2015 года вот мы продолжаем работать на озере вернее на пруде пруд то у нас возле храма он там синяя крыша виднеется храм у нас школа здесь сигнать на чему нарубил веток таскают их ему сюда вытаскивать оттуда от воды от воды таскает складывает насколько уже дров мы готовили тут которую можно потом распилить и топить печь дома для городских посмотри лицо как под течет это здоровье ненужное выходит из человека шлаками это каждый день вот потом покажешь вот этот дровак покажи вот попала ему какая-то там проволока и вот оно пошло теперь хватать видно какими этими вот она вот раз два три зубе это первое когда полетела на конце но остальные тут уже которые с этим с повреждением ты он видишь какими кругами идет на по крайне посередине большая только из барнаула привезли городской ничего этого не знает и может прожить ни одну жизнь и даже не понять откуда что берется пошел деньги отдал купил а ты вот достанет от лес не просто батарейку как это ключ повернул тебе пришел сантехник никто не придет старый ты инвалид все надо работать так жила россия гробили себя здесь скажут от трех до пяти миллионов живая прибыль была каждый год теперь в запятке все это идет никто не хочет не не рожать не не жить честно а почему только одно удовольствие удовольствие то бог сделал из-за того что дети самое трудное воспитание и дальнейшее может урод родиться там такой и поэтому иначе бы он жене то и не подошел если бы не было вот этого похотения влечения и вот твое влечения будет к мужу а у жены ласкова слова это в раю было уже заложено в человеке и оправдание этому их когда вы не временное совокупление имеют только рождение детей как хлеб толстой пишет в крейсер эсанате я ничего нового не говорю вот мы был возьмите вот посмотри сколько дней это только то что мы здесь сейчас взяли и туда дальше там где-то плотина видать вот это вот надо все толстая суда распилить остальное еще в воде из воды вытаскивать упала и дальше идти продолжать работать а там трасса и при том мы здесь рабочие никто не живет потеряет ни один потому что делаем потому что мы люди и знаем что после нас люди придут и им надо жить будет а как жить то если я уже словами вот здесь я купался здесь тонул даже когда-то тонул меня вытащили колец серебряный он умер уже теперь вот теперь вот надо тащить теперь опять их перебрать опять перекинуть вот вот сейчас я еще раз захвачу посмотри куда дальше уже кучей не ходит вот куча какая-то огромная это куча маленько покажи куда это счищаем здесь маленько покажи размеры и вот ты уже заготовил володя потому что здесь обрыв вода должна подняться метр и он готовая подносит мне калеке и куда она идет и дальше за мной пройдет там наши ребята работают вот теперь я перехожу на другое место предварительно обвалачиваю крапиву все это повалить дышит и теперь вот эту вот двуку считаю что он заходил по ногам как люди это вот каждую веточку ее надо уносить а вот этот клён смешался это я залетно жестко опиливаю вот а теперь а теперь туда вот эта бузина я вчера ее подправил обломал а теперь сюда ветку потом залезть и надо давить это практически каждую обрубленную ветку надо ее оприходовать она не может валяться где попало она должна лежать точно на месте иначе следующий уже не пройдешь вот оно где вот где наклоняться нельзя а я наклоняюсь и мне легче я не чувствую себя выброшенным из жизни повторяю 77 год в городе-то я засов был телевизор холодильник туалет а здесь у тебя кругозор вот я на эту кое-как залез и вот эту вот карабкался карабкался залез но ребятам не сказал что я тут начал они меня не пускают берегут не дают поднимать ну где могу прилиплюсь охота за целого сойти человека и пойду дальше подожди минутка давай это володя сегодня наготовил я потом расскажу как искал сегодня сокровища матушку обокрали здесь документы деньги всего него внесли ну и я вызвался расследование провести и согласно расследование нашел что и это тоже на месте чтобы не было привязанности земному а ты скажи прими господи как милостыню и господь примет наша мама так учила дороже милостыни пойдет как златоуз говорит и сатана отскочит подозрение там да вот это все пилим здесь подозрение они ничего не дают о солодя пока там что я покажу как бобры деревья валят некоторые жизнь прожили и бобра не видели бобры появились они сейчас ушли потому что проточной воды нет а то резко мелкая тина вот я даже здесь вот показываю вот вот это вот вот это вот на руке на моей это такая стружка от бобра вот он как кого рубит вот вот они вот он ее когда латом дерево и вот он как его обрабатывает вот это вот одна стружка он зубы запустил и дальше скреб 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 и ну видно по сравнению с пальцами то как это выглядит это вот все его здесь работал то его столярная мастерская повалит дерево и теперь кору жует делает ночами чтобы не попался и таких деревьев полно никогда раньше его не было здесь вот рядом только подойду здесь вот вот рядом второе но какое дерево большое или небольшое ладошка я его не могу закрыть вот под край показываю где это вот они ясно что одному бы это не поправиться вот рядом другое дерево дерево от я сбоку покажу его как ну и так дальше да мало того он выше выше крыши потому что тут снег был и он вот он я подхожу сейчас это у него здесь и выше груди у меня вот это дерево растет который он обгладывал вот он его да вот она бы висела тут а тут поводу рубнул вот это его стружка вот он как работает удивительный зверь я вам могу сравнить по труда стоимости своей редко с каким зверем чтобы такой трудяга был и дельфины вот я видел как убивает дельфинов и как убивает маленький бобрят он вредит когда плотины там пропускают но от него как-то борется он немцы умеют бороться они убивать не буду там отпугивающие поставят еще что-нибудь а у нас подряд тогда все что здесь есть живое уничтожить вот вот володя обрабатывает и на бугор выносит вынеси на бугор одну пачку мне покажи а я уже там беру это ушаков из ребрихинской организации работал бульдозерист 20 лет назад и все это осталось после него вот эти деревья выросли это вот деревья которые что здесь есть обрабатывает володя паченко вот так сейчас я дойду до тех наших до никита сергея вот он водя берет он вытаскивает дальше на бугор который бульдозер тогда надвинул 20 лет назад и вот бросает на там дальше моя работа дальше я вон к тем деревьям буду уносить больше за этой кучей он последний вот она как хоть и лица добывает хлеб свой это бесплатно работает который год бесплатно совершенно моя задача на зиму хотя бы как-то чем-то где-то найти мы бывает там по нескольку на 100 рублей дашь ничего нет ни у кого и все счастливые веселые на воскресенье он собирается на благовестия там ольга ворова присылает нам евангелие изданная четверо евангелие по благословению патриарха кирилла я думал он сам издал на свои деньги и везде все это в похвалу патриарху а потом один священник не говорит ты еще серьезно что ли веришь что это он издал как написано это по благословению может быть даже совсем не православные издали вот я перехожу делать завалы батюшка пилил вот пилон угробил тут и вот тут надо пройти сейчас наших ребят и посмотреть время идет да да так так убери хату дороге у меня спинка а то я стать не могу на нее утащи и вытаски совсем оси не трудного как этот еще рядом 2 забери тогда чтобы можно было вот этого забери его свалены вон батюшка как валил их они там на пусты упали это надо все разбирать но это то уже большие больше четверти и вот они какие полосы это уже он налетел на эту на ломан вот она как пробурала проволочка и проволочка совсем не не толстая ну примерно вот такая вот железная стальная и там она была в воде когда он напиливал дерево этот всех брат сергей пупков вот они здесь как я говорю работают за не с никитой в паре они больше как-то подходят друг другу и бог и благословляет никите только совет давай поскорее чтобы делал носил ты как можешь а он быстрее он полноценный муж я потерял его где он есть никита покажись где ты там вот представьте я иду и вот это и дальше идет вот такая это уже его работа вот такую высоту натаскал там лес и там видно только сучки шевелятся далеко вот он вывалился ну давай а ты вот эту то мог бы кувыркать им поднять даже один а вот этот бугор в рост человек а он за бугром еще вон куда уносит чтобы если поднимем воду не тронула и вот сколько они тут уже наносить чтобы видно было ты она бугор поднимаюсь и вот из-за бугра видать вот тут у никиты получается как надо мы вот это вот больше роста человеческого раза в полтора и вот она идет ну и березки оставили все равно не погибнут дальше там вот платина видать шифером берег обложены это уже володина работа вот меня тут съемок не дождешься вот как делаешь и меня не это не ухайдахаешь а ну-ка теперь тащи или еще они тут не надо уже к папа про придать ты намного ниже тебя придавят волоком попробуй а нет значит жди когда брат сергей освободиться брось ладно иди иди за листами за сучками а вот это надрубить надо дерево то сережа вот это дерево то оно зависло его надрубить убрать надо иначе она неприятно создаст нам лишь как она вот он надпилил его батюшка он дальше дерево то пошло пошло и упало ветками на дерево ну теперь что надрубать и этот конец тащить вперед видишь сколько здесь это все за кадром никакого отношения как бы к пруду не имеет никак вот мы навстречу друг другу идем он там видать копается володя опа ну-ка никита попробуй помогите давайте бери-бери-бери стержан там я на не упадет теперь тащите о битый не битого везет вот только определяй кто на ком стоит ой-ой-ой затопчете меня давай я не успеваю а теперь вот что делается сергей тут работает как настоящий лесоруб культура какая у нас все это защищаем по граблями и мекину с этими с листьями все выносят туда далеко за бугор вот неси пилу никита сейчас вы от пилите рогаете она уяжется так сучки стараясь еще под корень рубить чтобы не торчали они везде потом создают неудобства береги ногу у нас что делаешь все ну давайте отпилить и все заходи она упадет теперь надо раскорчевывать потом дальше все обрубать сучки а уже конечный счет это граблями и на палатке будут выносить это наоборот со стороны сзади ну продернуть надо было маленько пила хорошо перед я натощил обе пилы и раз вот куда посмотрите начали чтобы понять большой или нет это ну шире ладони а это будет за заедать давайте нас еще вот сюда можно было положить давай локоть беды дерево тоже неудобства все на дальше понятно обрубает его носит пошел по воде отсюда показательно синий видно через зверьте это храм наш мы уже напротив храма а там это как дорога центральная главная дорога потеряевская проспект проспект улице имени марии его равны лапкиной моей мамы это утверждено в краевом совете там архитектуре я она мать героиня у нас 10 детей воспитавшая родившая 10 детей вот муж инвалид великой отечественной войны 2 группа она первая сюда приехала и тут упокоилась и мы решили эту улицу назвать хотя советовали деревню назвать не потеряева лапкину ягру нет основатели потеряевы были останутся потеряевыми нам это не надо вот так завидуйте лодыри какую работу нам бог доверил мы себя себя считаем счастливыми что именно нам выпало здесь потеть карпеть трудиться и радоваться знать это счастье смотреть на труд на свой и мало того предвкушать если все это удастся на что не удастся это не означает что мы не повторим попытки вот если вода прорвет там не успеем забетонировать потому что все еще бульдозера нету работает бульдозеров мало и интересно он не видит даже ходит трудяга вот просил себе таланту на бога бесталантный человек совершенно просил талант ну какой не президентом быть а правильно колоть урки дрова и в этом вопросе у него ему равных никого нету пока нигде и куда его не позовут он все старается сделать на совесть володя беспризорный ни отца ни матери жил где-то с бабкой бегал прыгал с киеговистом пристал а господь нашел его в православии везде едет на благовестие или здесь все снимает вот покажу сейчас на храм школьная половина дровинник все отошел